Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Ну, так в майке сегодня просто потому, что на улице плюс 36 и плюс 30 дома. А тема данного видео – Арктический Чернобыль, как кто-то назвал катастрофу, случившуюся под Норильском. И у меня не просто два из вечных вопроса, самых главных, кто виноват и что делать, хотя эти вопросы обязательно я подниму сейчас, а более глобальный вопрос – как вообще дальше жить и что нужно предпринять нам, правительству, всем, вот чтобы такого больше не повторялось, что принципиально надо изменить, чтобы такого больше не было или свести возможности подобного к минимуму. А ведь эти проблемы, эти катастрофы такого порядка, такого масштаба были неизбежны. Почему? Вот давайте об этом сейчас как раз и поговорим. А вывод и что же тогда глобально делать в самом конце. Также в конце я предложу вам ответить на шесть вопросов, очень важных, и которые через год, потом два года, три года, я предлагаю еще раз вернуться к этим вопросам и посмотреть, оценить, а сбылись ли эти прогнозы ваши, мои, скажем, и вот эти предположения, мнения через вот эти годы спустя. И видео это я сейчас записываю, потому что я человек, который всю жизнь посвятил природе, то есть высадке лесов, садов. И для меня эта тема очень болезненная, очень. Я специально выждал вот больше недели. Думал, а что же принципиальное произойдет за это время? Чтобы два ролика похожих не снимать, думал, вот неделя пройдет, что же будет? Все-таки у меня канал-то посвящен другой теме немного. Ну, это тема нашего здоровья тоже, да? Поэтому все-таки будем считать, что она моя тема тоже прямая, относящаяся к теме главной моего канала. Итак, по порядку. Все вы, конечно, уже слышали и из интернета в начале, а дальше и СМИ подхватили, что 29-го, по-моему, марта произошла катастрофа. 22 тысячи литров дизеля вылилось сначала вот в почву, ну, а рядом река, и поэтому все ушло в реку. И вот сибирские реки, амбарная главная и Далдекан, их две, оказывается, стали красными на протяжении десятков километров такого фиолетово-красного цвета от разлившегося дизеля. Кадры с квадрокоптера и снимки со спутников все наглядно показывают. Норильская топливно-энергетическая компания, к которому принадлежали эти танки, один из которых лопнул, собственно, являются дочерней структурой ну, Норильского холдинга, вот, Потанина. Это понятное дело. Норникель — это градообразующий комплекс, это крупнейшее предприятие, одно из самых крупных в России. За десятки лет эти олигархи вытащили из компании десятки миллиардов долларов, которые вкладывали в баскетбольные клубы, в яхты, в самолеты и в прочие необходимые атрибуты жизни, богатые и успешные. А вот у меня возникает вопрос. Кто виноват? Конечно, они. Почему? Но как хозяин предприятия, как владельцы, неужели не ясно, что каждый год по советским еще нормативам полагалось выделять даже до 10% на износ оборудования от оборота компании от оборота предприятия? Как вы думаете, за 25 лет, с 95-го, когда плюс-минус эта компания была приобретена, эта градообразующая структура, вот сколько денег вложено в производство? Может быть, меня сейчас кто-то из зрителей видит и скажет, какие средства были вложены. Ну, по крайней мере, не фактически, а достаточные ли? Ну, идиоту понятно, что нет. Ясное дело, что деньги тратились совсем на другое. Хотя маленькую крошечную часть от прибыли можно было бы тратить каждый год, даже меньше 10%. Запасы прочности советских построек были колоссальны, чтобы не допустить такого. И, по крайней мере, если есть таяние льда, и это знают, мы не первый год живем, когда климат меняется, наверное, можно было какие-то меры принять, закачать бетон в образующиеся полости, заморозить и утеплить сверху, сделав еще более прочную, не тающую конструкцию под днищем бетонной подушки. Все это можно было сделать, это тоже прекрасно все понятно. Мне вот непонятно следующее. Почему только через два дня, то есть 31 мая, узнали власти, как бы так вот широко, по крайней мере, официально правительство, президенту о том, что произошло? Ведь есть спецслужбы на местах. В Норильске, как вы думаете, есть? Ну, наверное, они что-то, так сказать, ну, не глупые люди и должны сразу это все фиксировать, когда только произошло. И это чрезвычайная ситуация, в конечном счете ее ввели. И понятное дело, что при такой катастрофе ее бы ввели. Федерального масштаба чрезвычайная ситуация. Так почему же сразу не отреагировали? Что надо было бы делать? Следующее. Вот эти боны, которые поставили защитные такие, на поверхности плавающие заграждения, их необходимо было моментально, через полчаса, через 20 минут ставить и вниз по реке 3-4-5 крупных таких кордонов делать, если не больше. И то, эти боны собирают только сантиметр, как сами им честники говорят, вот этого дизеля с поверхности, а куда девается остальное все. А тяжелые фракции, смешиваясь с водой, осаждаются на дно, сылом смешиваются. Вот чтобы я лично, как вообще, на мой взгляд, необходимо было бы действовать моментально. Все бы бетонные заводы в округе остановить, завозить блоки вертолетами, опускать бетонные блоки и плиты панели, установленные ребрами, в зависимости от дна, от уровня, там, глубины и так далее, факторов разных, перегораживая реку, ее нижнюю часть тока воды. Вот эти бы донные ограждения, эти преграды на дне, они бы ловили вот эти слои токсичных осадков. И эти ядовитые отложения сосредотачивали бы, по большей мере, вот у этих преград, по крайней мере, если сделать быстро, оперативно, и делать через каждые, там, несколько километров такие преграды, то легче было бы и потом очистить дно специальными насосами вместе с сылом, ну, и уже там переработать, это уже вопрос другой, по крайней мере, было бы на это время. Вы представляете, какой ущерб нанесен природе уже в данное время? И, по крайней мере, большую часть ущерба можно было бы устранить, не довести до такого состояния, если бы меры принять вовремя. Конечно, виноваты те, кто не сообщил, но кого нашли стрелочника сейчас? А он, интересно, принимает решение о том, что ремонт бункера был необходим, что нельзя в данном бункере хранить дизель? Он такие решения принимает или более высокостоящее начальство? Так виноват ли этот человек? Ну, может быть, в какой-то мере отчасти. А кто виновен? Ну, конечно, руководство компании, безусловно. Халатность ли это? Или это, так сказать, преступный умысел? Ну, халатность, понятно, халатность, русская авось, жалко деньги, это жадность. Вот эта жадность авось привела к катастрофе, ну, не к одной, но и только экологической. Еще и к катастрофе геополитической. Может быть, в будущем, это я предполагаю. Почему? Ну, представьте себе, какая война ведется сейчас и будет вестись. Это только начало за арктические шельфы, вот за Арктику, что называется, когда она стала таять. Раньше, что был Советский Союз, и никому в голову не приходило рот разевать. Но теперь можно. И что теперь может произойти? Ну, представьте, это козырной туз в рукаве, в колоде, так сказать, вот этих западных геополитических партнеров, как сейчас-то говорят. Понимаете, какая штука? Теперь будут говорить, как России можно доверять что-то, когда она не может справиться с экологической катастрофой, как она будет нефть добывать, что, так сказать, приведет ли это к мировой планетарной катастрофе добычи в шельфе. Ясное дело, что это по стечению, так сказать, обстоятельств. Просто износ танкера, понятно, пришел близкий уже вот к 100% и произошло то, что должно было произойти рано или поздно при таком отношении. А представляете, сколько олигархов сейчас кто владеет разными заводами, предприятиями, у кого вот такая же ситуация, кто работает только выдирая средства, все, что возможно из предприятий, то, что строил весь народ, то, что по праву должно принадлежать всему народу. И как быть по совести с тем, что за десятки лет все это вытаскивалось и клалось в карманы, в апшоры и так далее, вот единицы. Миллионы строили, единицы пожинают плоды того, что строили, делали миллионы поколениями. Справедливо ли это? И между прочим, вот эта беда была бы хорошим поводом для национализации предприятий, градообразующих, регионообразующих. Не должны быть недра земли в частных руках, не должны быть крупнейшие предприятия, заводы в частных руках. Торговля, и прочее. Понятно, сейчас, в данное время это все вопросов нет, естественно. Но нефть, газ, уголь, природные ископаемые, это не должно быть в частных руках, это общенациональное достояние, это несправедливо, такого не должно быть. И вот яркий пример, как рынок, как капитализм управляет, собственно, предприятиями. Ну а что вы хотите? Это капитализм, выгода, в первую очередь, для кого? Для себя, для капиталиста, для хозяина. Единицы только исключения, которые думают, что будет завтра, которые вкладывают деньги в модернизацию производства, оборудование, хранилище и так далее. Это исключение. А вот это правило. Поэтому капиталистический принцип устройства мира, он несправедлив просто по определению, по своей сути. Но это уже несколько другой вопрос. Канада, кстати, я знаю, вроде бы еще кто-то обратилась к руководству страны с предложением поучаствовать в независимой экспертизе, или, скажем, параллельной экспертизе оценок ущерба природе и так далее. Наши вроде как отказались. Но это неправильно, конечно, что наши власти отказались, это неправильно. Надо было бы, потому что здесь самая жуткая правда важна, потому что нужно устранять любой ценой сейчас то, в чем виноват человек. Это глобально смотреть человек, человечество перед природой. И потому, конечно же, объективные, абсолютно, даже лучше усугубляющие, так сказать, мнения здесь будут важнее, чем те мнения, которые не учитывают всю совокупность, вот скажем, вредных факторов, которые уже известны и будут известны чуть далее. Тут важна беспристрастность и абсолютно точное суждение научное, абсолютно объективное. Кстати, я посмотрел видео Караулова вот про эту проблему. И он там говорил, что Митволь говорил, показывал документы, что в 16-м году, еще 4 года назад, признали этот бункер аварийным и запретили там что бы то ни было хранить. Если это правда, то это уже преступление, можно сказать, и умышленного. Получается так масштабы, конечно, не умышленного, никто не хотел, чтобы специально вылилось, но по сути знали люди, что это будет, если там хранить. Ну вот это ось. Так кто будет за это отвечать? Ну, справедливости ради, надо сказать, что мне, по крайней мере, моя жена сказала, что слышала и пишут об этом, что Потанин сделал заявление, что за его счет будут все эти устранения последствий. Но какие, как теперь на протяжении сотен километров, ну, по крайней мере, нескольких десятков убрать ядовитый ил? Старицы очистить все. Вы посмотрите, вот на карте, где видно по гуглу, и река идет, но у нее же есть Старица, ответвление, микроозера. Говорят, одно крупное озеро, через которое проходит река, все, так сказать, заражено теперь полностью. Это не 10 лет, как говорят, это гораздо больше. Да, река скоро снесет все. И около Норильска будет, вот так сказать, вода привычно чистая, кроме донных отложений, внешне, сверху. А куда эта вода идет? В море? В Карское. А это ледовитый океан, а это под угрозой уже экология, бентосной, по крайней мере, части, то есть донной, части ледовитого океана. Природа, конечно, справится рано или поздно, но будем ли бы допускать подобное в дальнейшем? От равнодушного нашего отношения, ну да, случилось, и забыли через неделю. Вот почему я это видео стал записывать специально, не сразу, как это произошло, а более чем через неделю. Ну, реакцию посмотреть, насколько уже, знаете, негодование выдохнулось, ну и, собственно, поговорили, да разошлись. А что делать-то дальше? И, безусловно, что эта экологическая катастрофа добавит свой, скажем, вклад и без того в ужасное экологическое положение этого самого грязного в экологическом плане города России. Тяжелая металлургия, а еще котловина, то есть, природные особенности рельефа, создают предпосылки для застаивания воздушных масс, а тяжелые металлы, как известно, оседают вниз, если нет сильного проветривания. То есть, безумно экологически грязный город и жизнь людей там, так сказать, непроста. И плюс к этому еще и это. Ну, конечно, пользы от этого не будет. Безусловно, тундра сама, если кто-то задаст вопрос, не пострадает, потому что пострадает только часть русла и буквально какие-то метры прилегающие. Но вот дно, а дно это естественный фильтр, это отложения, в которых живут бентусные организмы, различные двустворчатые моллюски, да, например, которые чистят, естественно, воды, фильтруя в своем организме то, что они добывают из воды, да. Соответственно, это гибель их однозначные на протяжении сотен километров, а может быть и в устье Карского моря покажет жизнь. Но об этом сейчас, кстати, меньше стали по телевизору показывать. Сначала как сенсацию, а потом, так сказать, практически на ноль. Полагаю и надеюсь, что все-таки эту тему мы из интернета в любом случае узнаем. И совсем в отдаленном будущем мы посмотрим, увидим, что же в реальности будет спустя какие-то вот еще недели, месяцы. Ну и каждый год я советую подводить итог, потому что мы забываем прошлое очень хорошо. Катастрофы даже крупные забывают. С Фукусима уже вроде когда-то была, и что? А вот это надо помнить, потому что надо понимать и планировать в плане государственного подхода даже, что, так сказать, это было, надо просчитывать все. Нужно делать все с таким запасом прочности, строить, модернизировать хранилища, так сказать, какие-то резервуары, предприятия, защиту ставить многоступенчатую, чтобы даже при крайних стечениях обстоятельств почти не было шансов бы вот произойти подобному. А можно это сделать? Можно. Все можно сделать. Он строит бункеры на случай атомной войны. Что же, это сложнее, конечно, проще. Можно. Было бы желание и воля. Но, поскольку в руках отдельно взятых людей то, что они не строили с нуля, кровью потом не поливали, а им досталось это фактически после грабительной, бесчестной вот этой приватизации, прихватизации, поэтому, собственно говоря, не мое не жалко. И то эту позицию я не понимаю. Что значит не мое не жалко? Мое, так сказать, ну, юридически, ну, так и должно быть жалко. Так должен быть рачительный хозяин, а не временщик у любого предприятия, понимая, что, так сказать, надо вкладывать средства и немалые в, так сказать, модернизацию, чтобы и завтра это предприятие жило, как временщики живут. Я просто поражаюсь, я поражаюсь. И это, кстати, очень хороший тест на человека и человечность. Вот этот тест. И на настоящего, кстати, хозяина, если уж говорить о таком вот капитализме, что называется, дореволюционном, там, о таком, знаете, купеческом, так сказать, настоящем, на века, как вот Морозовы строили, там, и так далее. Понимаете, если об этом говорить? Вот тут как, как Морозовы строили или поддерживали, или нет? Или совершенно другая ситуация? Вот, кстати, как вы считаете? Тяжелая ситуация. Очень тяжелая. Итак, я вот, правда, не понимаю, почему только через два дня стали это заявлять уже с первых каналов. Скрыть хотели, вы скажете? А смысл? Это невозможно скрыть. Ну, сейчас уже жизнь показала, интернет есть, и квадрокоптеры есть. Это невозможно. То есть, конечно, дело не в этом. То, что, как президент сказал, что вот, что из интернета, а он так и сказал, мы что ли, узнаем, мы должны узнавать, почему вы не отчитались, почему сразу? Ну, это они решат, разберутся там, хотя наказания здесь должны быть очень жесткие, а я думаю, их не будет. Давайте проследим, просто для интереса, какие будут наказания за это? Я представляю, какие наказания были бы за это при Сталине. Ну, вот как вы думаете, как вы, вот давайте напишите под видео, дорогие друзья, как вы считаете, какое за это было бы наказание при Сталине? Ну, предположим, там руководство, это не хозяева были бы, а вот директора, ну, понятно, предприятия и так далее, там, и так далее, это первое. Как вы считаете, второе напишите, прям пункт два, как вы полагаете, какое наказание, и кому, и кому, сейчас необходимо для того, чтобы вот какая-то, в какой-то мере, справедливость восторжествовала, и не было бы повадно тем, кто сейчас относится так же халатно, преступно халатно, к состоянию других, хранилищ, предприятий, неважно на каких вот крупных предприятиях, от правильного хранения, эксплуатации, которых зависит, собственно, жизнь людей, и природа, животных, вот как вы считаете, вот эти два вопроса я ставлю, теперь, далее. Третий вопрос, как вы считаете, нужна ли национализация всех природных ресурсов, богатств страны, и предприятий, которые миллионы людей, наших предков, создавали десятками лет, как вы полагаете, вот это третий вопрос. Четвертый вопрос, как вы считаете, отразится ли данная экологическая катастрофа, на геополитической ситуации, с другими странами Арктики, и глобально. Пятый вопрос, как вы полагаете, смогут ли МЧС, военные, всех, кого подключили, ликвидировать, и на сколько процентов смогут ликвидировать, устранить последствия данной катастрофы, и смогут ли вообще? Это пятый вопрос. Ну и шестой пункт, как вы полагаете, за чей счет будут устраняться последствия этой катастрофы? За наш, то есть, ну, за счет государства, то есть за наш с вами, за народный счет, либо все-таки компания разорится, либо ее разорят, и эти средства, добровольно, либо принудительно, как раз потратят, то есть компенсируют на те затраты, которые сейчас несет государство. Ну, естественно, поскольку чрезвычайная ситуация полагает, сразу предполагает, что войска, МЧС, другие спецслужбы, структуры, будут заниматься немедленно, обязаны, по крайней мере, устранениями последствий чрезвычайной ситуации, значит, это уже народные деньги, да, но поскольку все государственные структуры содержатся за счет народных денег, то, соответственно, это за чей счет? Или все-таки возьмут деньги? Или Потанин пойдет вот на справедливый такой принцип, на честную позицию, такую ответственную позицию, и за свой счет, сколько бы это ни стоило, хоть даже стоимости всех личных сбережений, скажем так, состояния, пойдет на то, чтобы компенсировать эту катастрофу, в какой-то мере, то есть устранять последствия за свой полный персональный, ну, счет, либо за счет компаний, которые ему принадлежат, ну, и так далее. Вот как вы полагаете? Вот еще этот вопрос. И давайте через пару лет, может быть, через год, подведем итог, смогли ли, совпали ли ваши предположения, мои, с тем, что будет? Жизнь-то покажет, она расставит точки над «и», но вот поговорили и разбежались, а что будет через год, через два? Давайте попробуем связаться с теми людьми, кто там живет и, вот, будет жить. Ну, а вы, уважаемые зрители, особенно те, кто там живет, кто знает что-то об этом, пишите, пожалуйста, пишите то, что вы знаете. Но, пожалуйста, поменьше, по возможности, конечно, я понимаю, эмоций, больше фактов, да, больше фактов, аргументов, то есть вот объективного.